Я понимаю, что все, что я здесь рассказывала, тебе не нужно, тебе не интересно, намного важнее для тебя вот это. Итак, телефон. У директора с мамой. Я просто взяла посмотреть на пару секунд, просто на пару секунд, а она взяла и забрала его. Я возмущена, что телефоны везде. Получается, что современные дети уже не представляют своей жизни без мобильных телефонов. В смартфонах можно сидеть на форумах и в социальных сетях. Создается полная иллюзия общения и безнаказанности. По данным магазинов электроники, в 2018 году россияне купили рекордное количество смартфонов. И оно продолжает расти. Ежегодно в стране продается около 43 миллионов устройств. Сотни тысяч людей начинают свой день со смартфоном в руках, судорожно перебирая пальцами по экрану. Эти уже привычные ритуалы покорно выполняют практически все с первых минут пробуждения. Психологи бьют тревогу, смартфономания, новый вид добровольного рабства. Социальные сети, звонки, сообщения и бестолковое блуждание по интернету знакомо всем и каждому. Смартфоны срывают школьные уроки и рабочий процесс, нарушают психику и разрушают семьи. Но все ли так безнадежно? При грамотном подходе, грамотном использовании гаджетов и цифровых устройств можно свести риски возникновения зависимости к минимуму. Мобильный телефон призван служить человеку, а не наоборот. Это средство коммуникации помогает нам оставаться на связи, оперативно отвечать на сообщения и узнавать новости. В течение дня мне поступает очень много писем и звонков. И без мобильного телефона я вряд ли со всем бы этим справилась. Но если при отсутствии гаджета в руке у вас начинается паника, это уже тревожные симптомы. Зависимость от гаджетов и цифровых устройств приводит к снижению навыков общения у молодежи и подростков, ведет к снижению грамотности и риска возникновения различных социальных дезадаптаций. Подобные диагнозы скажутся не только на самочувствии. Они способны в корне изменить качество жизни. Радость живого общения и любознательность к окружающему миру станут для вас недоступны. Но выход есть. Лимитируйте время, проведенное в телефоне. Откажитесь от бестолковых приложений и сетевых игр. Вырабатывайте в себе привычку жить реальной жизнью. Согласно статистике, каждый седьмой житель нашей планеты зависим от гаджетов. Для людей забыть телефон дома – это настоящая катастрофа. Люди все больше выпадают из реального мира и попадают в мир виртуальный. И мы решительно против. Мы за живое общение. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.